Полицейские наказали 500 россиян за нарушение самоизоляции полиции и спецслужбы силовые структуры. 17.3.26 марта 2020 года полицейские наказали 500 россиян за нарушение самоизоляции. Фото, Александр Гальперин, РИА Новости. За нарушение режима самоизоляции после прибытия из других стран к административной ответственности привлечено более 500 россиян. Об этом ленте.ру сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, сотрудники органов внутренних дел совместно с представителями Распотребнадзора проводят проверки соблюдения карантина гражданами. Ежедневно в них участвуют 10 тысяч сотрудников полиции. Также МВД в круглосуточном режиме собирает информацию о россиянах, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Идет мониторинг ситуации на транспортных магистралях и в аэропортах. Полицейские сопровождают группы иностранных пассажиров, следующих транзитом через московский авиаузел. Ранее 26 марта сообщалось, что МВД России утвердила план неотложных, срочных, мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции и направила в регионы. Глава ведомства Владимир Колокольцев заявил о серьезных коррективах в оперативно-служебной деятельности, призвав починенных подойти к реализации плана с максимальной ответственностью. При этом он указал на необходимость сохранить в новых условиях качество расследования уголовных дел и установления лиц, совершивших противоправные деяния. В приоритете полиции остается борьба с экстремизмом, коррупцией, противодействием IT-преступности. Также силовикам надлежит обеспечить защиту финансов, выделяемых на все национальные проекты, от криминальных посягательств. Министр заявил о создании единого информационного ресурса регистрационного и миграционного учета. По последним данным, в России выявлено 840 случаев заражения коронавирусом, 182 из них были зафиксированы за минувшие сутки. Также известно, что два человека скончались в результате пневмонии COVID-19 в московской больнице в Коммунарке. Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись. Как спастись от коронавируса? Старайтесь не выходить из дома без лишней необходимости. Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах, старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать наиболее уязвимой группе людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет. Это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения. Соблюдайте дистанцию в общественных местах. Зачем это нужно? Кашля или чихая. Человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум 1 метр, особенно если у какого-то из них кашель, насморк или повышенная температура. Регулярно моете руки. Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его. По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот. Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм. Соблюдайте правила респираторной гигиены. При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя, сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом. Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью. Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус. Полезные сайты и телефоны. Сайт stopcoronavirus.rf Информация о коронавирусе на сайте Распотребнадзора здесь Ответы Распотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь Подробный раздел на сайте Минздрава здесь Телефон скорой помощи 03-103, для звонка с мобильного телефона Горячая линия Распотребнадзора, 8 800 555 49 43 Горячая линия Раструда, 8 800 707 88 41 Горячая линия Департамента здравоохранения Москвы, плюс 7, 495, 870 45 09 Источник, Всемирная организация здравоохранения Предыстория, российская полиция утвердила план срочных мероприятий по борьбе с коронавирусом